Вот они, цели для уничтожения сил условного противника, а если точнее, макеты автотехники со щитами 3 на 5 метров с определенным окрасом для лучшего распознавания. Расстреливать их конкурсанты будут с авиационных пушек и нарами, неуправляемыми авиационными ракетами класса «Воздух-Земля». Работать станут в основном истребители и штурмовики. А вот эти круги на полях для бомбардировщиков дальней авиации. Диаметр 100 метров, в центре крест. В общем, самый настоящий авиадарт с небольшими изменениями. То есть уже количество техники увеличено, типы самолета увеличены. И немножко изменены. Сама программа конкурса усложнили. Обязательно воздушный бой парами сделали. Вот это что касается истребителей. Цели немножко сделали более характерными, но это не значит, что в них попасть будет гораздо проще. В плане размеров, в плане видимости, больше рассчитано на визуальный полет и на визуальное боевое применение. Измерение попаданий производится автоматически. На полигоне расположена специальная система «Клевер», фиксирующая каждый точный удар. Тем не менее судейская коллегия после применения авиационных средств поражения будет фиксировать все визуально. Все в равных условиях. Отработать по старой памяти уже вряд ли получится. Кое-где локации изменили. Я уже четвертый год здесь и как участник уже три года участвую. Эта задача, с одной стороны, прощает, но в этом году для нас Российская Федерация подготовила сюрприз, так как воздушная разведка уже в новом месте. Чтобы все зависело только от мастерства летчика, жеребьевку мишени сделали слепой, почти как в спорт лото. Каждый получил индивидуальную цель. Истребители и штурмовики для ракетного и стрелкового вооружения. Летчики дальней и бомбардировочной авиации для бомбометания, а экипажи военно-транспортной авиации – координаты десантирования грузов. Первое боевое применение уже в ближайшую пятницу. Максим Васильев, телекомпания «Город».